Англо-Эфиопская война Военный конфликт между Эфиопией и Великобританией в середине XIX века Повод к войне Во второй половине XIX века Эфиопия была одним из немногих африканских государств, сохранявших независимость. Многие европейские страны хотели видеть ее своей колонией. В 60-х г.г. Эфиопия попала в сферу интересов Великобритании. В то время Эфиопией правил император Теодрос II, который проводил политику укрепления и объединения страны в октябре 1862 г. Теодрос II, чувствуя неминуемость войны с Великобританией, послал письмо королеве Виктории с просьбой о союзе. Император Эфиопии ждал ответа двух года, но ответ не пришел. Правительство Великобритании вело себя преднамеренно нагло и провокационно по отношению к правительству Эфиопии. В 1864 году император Теодрос II, не дождавшись ответа от королевы Виктории в гневе, заключил в тюрьму нескольких европейцев, среди которых были британцы. Великобритания решила использовать этот момент как повод к войне. После того, как в декабре 1867 года власти арестовали весь дипломатический корпус англичан в Эфиопии, Великобритания решила незамедлительно действовать. Боевые действия В декабре-май 1867 год Великобритания высадила в Эфиопии 13 тысяч солдат англо-индийских войск и 40 тысяч походных животных. В ходе боевых действий хорошо вооруженные британцы одержали ряд побед и к апрелю 1868 году подошли к большой крепости Мегделла. 10 апреля произошла битва при Ороге, в которой эфиопы потерпели поражение. Это была главная победа англичан в Эфиопии со времени их высадки в стране. В битве при Ороге англичане потеряли 29 человек ранеными, в то время как эфиопы потеряли 500 человек убитыми и тысячи ранеными. Путь на Мегделлу был открыт, в крепости скрывался Теодрос II со всей своей, верной ему, свитой. 13 апреля британцы штурмом взяли крепость. Император Теодрос II, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. Мегделла пала. Эфиопы потеряли 700 человек убитыми и около полторы тысячи ранеными, а потери англичан выразились всего в 20 раненых конец войны. Британцы захватили Теруорк Вуби, вдову императора и их малолетнего сына, наследника престола Али Майеху. Императрица вскоре умерла, а Али Майеху был вывезен в Великобританию, где скончался через 11 лет. Но Великобритания не сумела удержать победы и утвердиться в захваченной стране. В Эфиопии развернулась национально-освободительная война. Финансовые потери англичан были огромными. Лондонский парламент отказался продолжать финансировать войну. Из Англии поступил приказ об отступлении. Главнокомандующий англо-индийской армии Роберт Ниепир в гневе приказал уничтожить до основания Макделлу вместе с церквями. Как карательную меру против оставших эфиопов, англичане начали отступать. В конце мая 1868 год британцы окончательно покинули Эфиопию. За победу над противником сэр Роберт Ниепир получил от английского парламента 2000 фунтов стерлингов ежегодной пенсии. Общественность Англии знала, что война завершилась неудачно, хотя британское правительство пыталось выставить все иначе. Статистика англо-эфиопской войны Информация взята из следующих книг Урланис, Б.Ц. Войны и народа населения Европы М. Са-Ц. А.И.С. 1960